Каргандинская область На северо-западе Джусалинские минеральные источники открыты еще в 1826 году. Одним словом, есть все основания для создания в Каргандинской области своей курортной зоны. Право было наше старшее поколение. Вопросом курортного лечения должно быть современное понимание. За 60 лет перспективное направление удалось успешно развить и превратить некогда безлюдные места в прекрасные курортные зоны. От Каргандинских гор на востоке до озера Тингис на западе, от реки Ишим на севере до Шурубай-Нуринского водохранилища на юге простирается широкая степь, которой казахский народ с древних времен присвоил поэтической имя Сарарка, что в переводе означает «желтый хребет». На территории области расположены два национальных природных парка – Каркарала и Буйратау, 12 природных заказников республиканского значения, озеро Балхаш, 2700 памятников истории и культуры, из которых 22 имеют республиканский статус. Основными туристскими центрами в области является Каркаралинский район, где развиты экологические, этнографические, оздоровительные виды туризма. Лутауский район с паломническим и историко-культурным наследием. В курортной зоне побережья озера Балхаш широко популярен пляжный туризм, оздоровительный и рыболовный досуг. Просторы Актогайского района богаты заказниками Казаларай, Бектовата. Со школой я очень увлекалась туристическими походами. Наш благодарный учитель физкультуры каждое лето нас по два раза вывозил в Каркаралинск. Мы посещали такие исключительные места, как Пашиное озеро, Пик Комсомола, Пик Пионера. Также мы посещали Краевический музей. Это было все составлено в маршрутах. Вначале заходили в Каркаралинск, обходили и возвращались. Это все оказалось в памяти, когда уже в зрелом возрасте туда возвращаешься. Все это как-то вспоминается, все эти красоты, замечательно просто. И по сей день эти маршруты также востребованы. Люди также ходят на чертово озеро, которым мы уже там поставили лавочки, уже все это так культурно. Очень много водит детей, что радует, что привлекает их и рассказывает про наши достопримечательности в Казахстане. Очень нравится мне еще Баянаул. Тоже из жемчужины Казахстана такая одна из, можно сказать, где едешь по степи, и вдруг посредине образовывается оазис гор, зелени, озеро, буйство красок совершенно. Тут тебе папоротниковая зона, тут тебе тропа идет в гору, где заходишь в эту пещеру, смотришь, и она заканчивается в звездочку среди белого дня. Это все так памятно, это все так интересно, это нужно продвигать, это нужно молодежи и детям рассказывать. Ездить за границу – дело хорошее, но на месте столько всего интересного и доступного. Поэтому я, чтобы развивать эти маршруты, стала заниматься в туристической компании, где активно продвигаю наши красоты, наши национальные достояния. Очень мне нравится по дороге в Балхаш, гора Бектау называется она. Это вообще историческое место, когда рассказывают, как в каком-то 17 веке наши казахи охраняли это место, и как они в этих горах прятались, и как они выживали. Это гордость за наших национальная просто идет. Ну, Балхаш сам по себе насколько исключительно, это же море просто, без берегов все, тепло, песочек. Ну, полная альтернатива Турции. Так что я вот очень рекомендую всем относиться с пониманием, с чувством национального достоинства, чтобы продвигать и рассказывать нашим детям, и не то, что продвигать, а нужно возить, возить и смотреть. Места есть, места исключительные, природа колоссальнейшая, наша страна очень богата природой. Я вот сильно рекомендую, может быть, я такая патриотичная, но мне очень все нравится. Можно пешком, это все доступно, можно пешком пройти, можно на автобусе проехать, можно проехать на поезде где-то, выйти в тот же приозер, сейчас у нас открыли. Пожалуйста, вам рыбу половите, пожалуйста, полечитесь. Вот, все это доступно, все это рядом. В свою очередь Караганда сама является деловым культурно-познавательным центром, где также развит спортивный туризм. В 2019 году между Голубыми прудами и Юго-Востоком в районе Немецких озер началось строительство Триатлон-парка. Там будут предусмотрены беговая и две велосипедные дорожки. Общая ширина трасс составит 6 метров. В озере спортсмены смогут совершать заплывы на дистанции 750 и 300 метров. Предварительно озеро очистят, установят дренажную систему. Новый Триатлон-парк по международному стандарту позволит проводить в Караганде чемпионаты и Кубки Республики. Зимой Триатлон-парк не будет простаивать. Его трассы можно будет использовать для лыжных гонок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова